Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и на продаже появился IMX M4 MLE54. На него сегодня сделаем абсолютно честный обзор, разберем данного тяжелого французского товарища на болты и гайки, для того, чтобы понимать, чего данная машина стоит. Поэтому обязательно будем выкатывать его из ангара и сравнивать с другими машинами. Что касается того, что нам предлагают, нам предлагают купить данного IMX за 25 косарей голды в составе довольно-таки годного набора. Бюджетного предложения, так чтобы, допустим, за 20-ку или чуть-чуть дешевле взять себе исключительно машину и слот в ангаре, нет, такого предложения нет. Поэтому тут выбор очень прост, покупать за 25 или не покупать. В состав набора положили целых 5 французских контейнеров, если вы везучий чувак, вам оттуда что-то может и выпадет. Есть анимированный аватар, но ценностью его не считаю. Есть X5 в количестве 25 штук, но только на IMX. С другой стороны, ну, довольно-таки существенно поможет вам прокачать элитный опыт экипажа и копилочки немножечко раздуть. Есть возможность сэкономить серебрянгию, потому что открытое все оборудование. Есть легендарный внешний вид, который разрабатывался специально для IMX. Ему действительно очень подходит. Мне лично очень сильно нравится. Что касается того, что еще есть, так здесь есть еще и приказик, ребята. И если вы сделаете 50 побед за 10 дней, а это по 5 побед в день, согласитесь, не так уж и сложно, вы получаете еще себе возможность открыть 3 мега контейнера, в котором огромное количество ражных машин. Есть, конечно, и дребедуха, но и дребедуха довольно неплохая. Еще несколько контейнеров. Есть обвесики, есть голда. Есть до 1 миллиона свободного опыта. Есть ключик, который поможет вам открыть запертый контейнер и обещают, что во втором сезоне у нас появятся новые запертые контейнеры. Поэтому, если вдруг у вас эти ключики каким-то образом появляются, не вздумайте их обменивать на 300 голды. Возможно, они вам принесут чего-нибудь гораздо больше. Но это мое скромное субъективное мнение. А вы свои пишите обязательно в комментариях. Вот такой вот он наборчик дешевой машины, к сожалению, нет. 25 косарей действительно это существенная сумма. Я это прекрасно понимаю. Поэтому давайте будем крайне, крайне подробно во всем разбираться и крайне тошнотворно заценивать АМХ. А почему тошнотворно? Потому что вот прям вот, знаете, до самых паршивых мелочей будем разбирать его для того, чтобы понимать, стоит ли на него тратиться. Что касается орудия. Орудие по характеристикам далеко от идеала. Целых 4 секунды время сведения. Разброс плюс-минус божеский, но будем заценивать это все в бою. ДПМ худший на уровне. 2539 среди коллекционных и премиумных машин. Но если быть точным, у нас на уровне 10 машин, из которых 9 это коллекционки и 10 это премиумная машина Чифтейн. 260 пробития. В целом достаточное, приятное, нормальное, комфортное. Урон 480. Самый высокий разовый урон на уровне среди коллекционок и премиумных машин. Углы склонения вполне себе играбельные, нормальные. К ним у меня претензий, в принципе, абсолютно никаких нет. Что касается брони, ребят. По броне здесь плюс-минус все нормально. Да, пускай не ультимативно, но от башни отыгрывается. Ком башни пробиваются. Это стоит помнить. Это его Ахиллесовый пятый. И нижняя часть нижнего бронелиста. Или как это правильно назвать? Ну давайте вот это назовем передним бронелистом, а это нижним. Так вот, нижний бронелист, он действительно картонный, но с другой стороны угол склонения орудия такой, что если вы из-за неровности откуда-то выезжаете, то у вас вот здесь шикарная приведенка. Довольно неплохая приведенка по вот этим двум боковым пятакам в корпусе. Короче говоря, от башни отыгрывается действительно комфортно. Главное, высоко на горку не вылазить, чтобы вот сюда не отходить. Что касается бортов, кормы, все в принципе стандартно, все в принципе нормально. Если вдруг совсем хочется сделать больно АМХу, и вы находитесь в корме, киньте ему фугас вот сюда вот в основании башни. Тогда ваши осколки разлетятся вот сюда наверх, где 30 мм брони, и вот сюда вот вниз, где 45 мм. Короче говоря, вот сюда вот под башенку, если сзади забрасываете, делаете АМХу очень неприятно. Что касается сравнения с другими машинами на уровне. Вот представлены 10 красавцев, наш премиумный Чифтейн, все остальные коллекционки. Здесь, как вы видите, по ДПМу, ну вот хуже всего, прям совсем хуже, если сравнивать с другими машинами. Всего лишь 2571. Немножечко, немножечко лучше у ВК 9001П. Если вы считаете, что ВК-шка так плохо играется по ДПМу, потому что у нее конское время перезарядки, то, когда вы поиграете на АМХ, вы поймете, что такое время перезарядки действительно долговатое. Потому что здесь самое долгое время перезарядки орудия, но вы расплачиваетесь за то, что у вас 480 единиц альфы. А это действительно самый лучший показатель. Плюс к тому, я себе еще и поставил вольфрамовые сердечники, для того, чтобы можно было еще больше набрасывать, и еще лучше добирать каких-нибудь недобитков. Что касается скорости машины. Машина по скорости в целом ничем не отличается по комфорту от того же самого Чифтейна МК6. Хотя у него скорость 42, а у нас 45. Я знаю, что не у многих есть, допустим, Объект 777 или какие-либо другие машины с этого уровня. Но вот если, допустим, вы играли на Чифтейне, если вы играли на Супер Конкуайре, то плюс-минус где-то точно так же играется АМХ. Да, немножко все-таки быстрее, чем Супер Конь, но не летает по карте. В то же время, унылым тоже его не назовешь. 140% доходности в целом это стандартный показатель для уровня. Здесь не к чему цепляться и нечего комментировать. И вполне себе нормальный процент по победам, с учетом того, что... Ну, я бы не сказал, что малое количество игроков катают на АМХ. Короче говоря, кто-то его катает, а значит чего-то он стоит. А раз такой процент побед он имеет, значит он еще и что-то может. А вот что он может, ребят, давайте попытаемся заценить непосредственно в самой катке, куда и отправляемся. Сейчас дождемся вступления в бой, поедем на направление к тяжелым танкам для того, чтобы и броню затестить, и угол склонения орудия посмотреть, и посмотреть на то, насколько бодро башня отыгрывается, насколько легко нам будут комбашни выцеливать. Кстати, по поводу комбашен, ребят, по комбашням они не такие уж и большие, по крайней мере левая, а вот что касается правой, да, действительно, она великовата, но с другой стороны, когда вы стоите в какой-нибудь вот такой проекции, то есть когда вот так вот поднимаетесь под какую-то горку, как вы видите, у вас есть возможность склонить орудие вниз, и при этом ваша комбашня, она практически спрятана за передней частью самой башни. Поэтому в целом, ребят, по комбашням не все так страшно, как казалось, главное найти правильное место, где хорошенько приютиться и попытаться как раз от башни отыгрывать. Не знаю почему, но ВК решил не поддерживать направление тяжелых танков, решил, что лучше как-то оно само собой рассосется, скорее всего, но сейчас будем чего-нибудь пытаться зарешать тогда в его отсутствии. Может он и прав, не знаю. Время покажет. Так, по точности, ребят, точность у орудия есть, я не могу сказать, что оно суперточное, то есть это не немецкая пушка, безусловно, но в целом, ребят, можете, можете выцеливать серые зоны, можете отбрасывать нормально. Что касается скорости полета снарядом, то играется вполне себе комфортно на дальних, на ближних расстояниях, тем более, там вы этого даже ощущать не будете. Ну, короче говоря, в отношении комфорта игры орудия действительно достойно уважения, достойно всяческих похвал. Ай, немножечко не дотянули. Можно было дозакинуть. Время перезарядки, как вы видите, действительно долгое. Ну вот прям совсем-совсем долгое. Подводит сейчас меня орудие, я только что говорил по поводу того, что играется комфортно, играется как точное орудие, но все-таки какая-то непонятная для меня абсолютно подкрутка сейчас сработала. Ну, правильно, не все же мне в конце концов попадать куда нужно. Урон просто шикарен, потому что, когда ты забрасываешь больше 480, а порой ты можешь закинуть все 500, это действительно очень приятно. А вот и работа нашей брони. Так, уходим, уходим. Нам надо как-то, как-то что-то попытаться сделать, правда я не знаю против кого это пытаться сейчас все сделать. Никто не поддерживает, на фланге остался один. ПТ-ха наша стоит, улыбается, хори, ничего при этом не делает. Ладно, бок с ним. Затестили броню, сейчас в любом случае еще в одну катку заедем. Получили в борт башни, это как бы ничего удивительного. То же самое касается бортов по корпусу, здесь тоже в борт башни. Если я правильно вижу, то вроде бы как закинули нам в вот этот вот лючок командирский. Или это просто, не знаю, надо будет посмотреть, может это просто пририсовка такая. Ну и вот получается прилетела нам в верхний бронелист. Хоть там приведенка и хорошая, но когда я сдал назад и у меня получается корпус немножко морду опустил вниз, соответственно приведенка уменьшилась. И мне туда закинули, возможно даже голдой. Ну что, досматриваем катку. Я думаю, что FVM 40.05 особо долго не продержится. Сейчас его очень быстро разберут. Ну и мы с вами сможем посмотреть на количество урона, который мы смогли набросать за данный бой. Потому что этот показатель тоже довольно-таки существенный. Вы можете проиграть, но если вы сделали максимум для того, чтобы победить, то здесь уже получается виновата не машина и виноваты не ваши руки, а скорее всего просто ваши союзники были не настолько умелыми, как хотелось. В данном случае не так уж и много. 1320 единиц урона. Что касается нашей результативности по команде, то безусловно далеко не самый лучший показатель. Многие набросали гораздо больше. И как я говорил, ДПМом данная машина похвастаться не может. Особо больших уронов на данной машине вы вывозить не будете за бой. Как бы вы ни старались, в любом случае максимум 2.5 косаря это то, что вы сможете сделать. Это если вам будут доступны возможности отстреливать снаряды, как только вы перезарядились. А время перезарядки наставляет желать лучшего. И при этом всем, если вы не найдете какого-нибудь спящего соперника. Понятное дело, что если вы какого-нибудь АФК где-нибудь встретите, встанете рядом с ними, через каждые 11.5 секунд будете ему забрасывать, то понятное дело, что вы там можете набросать и более 3.5 тысяч урона. Но, ребят, в обычных простых боях готовьтесь к тому, что ваш показатель по урону в основном будет находиться где-то в районе 2.200-2.500, как максималка. И это если вы среднестатистический игрок. Понятное дело, что если вы супер подкованный, понятное дело, что если вы супер талантливый, то ваши результаты могут быть и больше. Но я обычный и простой игрок. И говорю за те результаты, которые я могу собирать на данной машине. Это при том, что на том же самом клинке у меня получается собирать больше. Но просто сама машина. Клинок гораздо более живучая. А в отношении разового урона не намного хуже, чем АМХ. И таким образом получается, что на том же самом клинке моя конкретная результативность, она выше. Именно потому что сама машина, ну, скажем так, больше прощает мне каких-то ошибок в определенных игровых ситуациях. Ну что, поехали. Попытаемся сейчас кого-то найти. Попытаемся поиграть немножечко от башни. Первым на передовую лезть не стоит. Просто лишь потому, что с вашим временем перезарядки для вас это чревато определенными неприятными для вас последствиями. Вас просто начнут разбирать, а вы взамен ничего им дать не сможете. Как я говорил, если в правильной проекции стоишь к сопернику лицом, то ваша башня будет отыгрывать просто шикарно в отношении того, чтобы танковать урон. 360. Каким образом? Каким образом при среднем 480, если я правильно помню, здесь сейчас залетела... Ну вот, пожалуйста. Стал Бортиной. Ну и, соответственно, отхватил. Ну вот сейчас, благодаря союзникам, честно говоря, и играется-то немножко поприятней. Класс. Сглазил, что ли? Да ну, камон. Дайте мне, дайте мне хотя бы один фраг сделать-то. Так, ну ты-то меня точно не заберешь, а я вот тебя попытаюсь... Готов. Есть. Есть урон. Бабаха не пробила. Это хорошо. Есть возможность поехать сейчас вперед. Ай, фартовая. Почему мне так не фартит, когда я на бабахе играю? Почему так получается, что когда мне прилетает, то в меня заходит все, что угодно? А в нее не зашло. Противник уничтожен. Так. Давайте. Добирайте, что ли, без меня? Или доберу? Блин. Ну, в любом случае, если бы дольше сводился, все равно бы не успел в нее попасть. Но шанс был сделать третий фраг. Как вы видите, машина при нормальной, грамотной игре всей команды показывает себя довольно неплохо. Что касается результативности в данном бою, то вот вам, пожалуйста, 2500 урона, про которые я говорил. Но это только в случае, если ваши союзники грамотно будут отыгрывать, каждый на своем направлении, держаться кучи, ну, короче говоря, делать все по уму. Если же делать будут не все по уму, то сколько бы ума не было у вас, это все равно вам не поможет. Второе место в команде по урону. Обязательно похвалим наших союзников, обязательно похвалим наших соперников. Люблю, уважаю каждого игрока в данной игре, который относится с уважением ко мне и проявляю неуважение только лишь тогда, когда неуважение проявляется ко мне первому. Вот такая вот позиция по жизни. А что касается позиции по АМХ, формируйте ее самостоятельно. Мое дело показать вам машину такой, какая она есть на самом деле. Если вам подходит формат моих видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите в комментариях то, что вы думаете о увиденном. Если у вас есть какие-то советы, обязательно делитесь ими. Только помните о том, что только конструктивная критика является правильной критикой. И обязательно проверьте, чтобы у вас по колокольчику вот так вот было прожато им все уведомления с моего канала, чтобы ничего не пропустить. Я стараюсь специально для вас и хотел бы получать от вас благодарность в виде вашего участия в развитии моего канала. Спасибо вам большое за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok